Грубо говоря, риски, скажем так, внешние, скорее работают в сторону понижения темпов нашего экономического роста, чем будут способствовать каким-то позитивным сюрпризам. Все те тенденции, которые у нас появились во второй половине 2018 года, а именно замедление восстановительного роста, ухудшение, некоторое ухудшение внешних условий, цены на нефть, ухудшение ценовой конъюнктуры товара нашего экспорта, снижение внешнеторгового сальдо, рост импорта, который обусловлен во многом как раз стимулирование внутреннего спроса. Мы вот выходим на такую траекторию роста, который постепенно затухает. После того, как кризисом 2014-2015 года поменялась полностью макроэкономическая ситуация, и в этих условиях действительно некая перебалансировка бизнес-моделей и так далее, главным образом в частном секторе, она случилась, и это было источником вот этого вот восстановительного роста, который начался примерно с четвертого квартала 2016 года, и продолжался примерно вот как бы неизменным до третьего квартала 2018. Сейчас у нас как бы инерционная вещь, мы будем обречены на то, что эти темпы экономического роста будут постепенно замедляться, при этом, в отличие от культуры внешнеэкономической 2018 года, когда весь мир рос, довольно высоки шансы появления, скажем так, замедления мирового экономического роста, возможно даже рецессии мировой, которая уже видна остановкой некоторой внутреннего спроса в Китае, замедлением промышленной активности в Германии, которая является центром экономическим для Евросоюза. Грубо говоря, риски, скажем так, внешние, скорее работают в сторону понижения темпов нашего экономического роста, чем будут способствовать каким-то позитивным сюрпризам. То есть скорее нужно готовиться к тому, что, конечно, никакие там 4%, которые нужны по целевому прогнозу, не получится. Наверняка темпы роста будут ниже, чем в прошлом году. Я думаю, что 1,5-2% это вполне даже оптимистично скорее прогноз такой. И еще раз я подчеркиваю, что сюрпризы, которые могут быть, скорее будут сюрпризы в сторону ухудшения ситуации, чем улучшения. Субтитры создавал DimaTorzok